Говорит и показывает Ермаков, в сегодняшнем видео мы будем устанавливать всевозможный софт на Windows Long Core Build 4020. На ту самую сборку, которая вышла совсем недавно и на которую мы сделали обзор. В общем, я в своей группе ВКонтакте спросил у людей, какие программы они хотят, чтобы я установил. Вот тут предложили Paint.net, Movavi Video Editor, но сразу скажу, что он платный и, наверное, много весит, поэтому экспериментировать с каким-то платным софтом я не собираюсь. А вот как тут предлагают Fraps или VMware, это будет. Кроме того, я составил список программ, вот первые 10, ну 9, браузер опера и Google Chrome, мы будем проверять, что пойдет. Вот, составил список самых необходимых, на мой взгляд, программ, которые должны быть на Windows XP, потому что Long Core сделан на базе Windows XP и, соответственно, потребует версий старых программ. Понятно, что новые не установятся. В общем, давайте мы сейчас начнем. И первое, с чего начнем, это браузер опера. Ну, например, 11-й версии. Я много чего пробовал, как видите, я и Firefox пробовал установить сюда, но он не заработал. А вот оперу вполне себе реально отсюда запустить. Итак, вот мы запустили установку, но у нас произошла ошибка. Как она решается? А элементарно. Мы находим свойства, другие свойства, совместимость, compatibility и устанавливаем режим совместимости программы с Windows XP. Теперь заново пытаемся запустить установку. И вуаля, установка началась. Началась. Добро пожаловать в браузер опера. Открывается сайт ВК. Также оно появляется и здесь. Так, доступна новая версия опера, тут нам говорят, но это нам пока не нужно. Ошибка загрузки обновления, ладно. Это все равно. Так, дата стоит правильно, ничего не будет. Так, ну и первое, с чего начнем, это пресловутый браузер Google Chrome. Я от него собираюсь отказаться, потому что вот эта монополия Google, она очень сильно всех раздражает. Хорошо, что мы живем в России и у Google есть прямой аналог, повторяющий абсолютно все его функции. Это Яндекс. Так, я не буду делать. Accept and Install. Save. Так, он, к сожалению, не смог определить версию моей операционной системы. Так, мой компьютер нельзя скамять на рабочий стол, давай. Я не знаю, скорее всего он скачает самую последнюю версию установщика. Мы сейчас с вами проверим. Что это тут у нас? Я не помню последнюю версию Chrome. Details. Что здесь Details? Что, Details не открывается, что ли? Нет, я на основании этого не определю версию. Так, мы попробуем опять эту программу в режиме совместимости. Так, всплывает другая ошибка, что у нас какая-то точка входа в процедуру не найдена. Я пытался это гуглить, но у меня ничего не получилось. И эта ошибка чаще всего означает, что вы пытаетесь установить новую программу на старую ОС. Если у нас такая ошибка будет выскакивать, мы ничего делать не будем. Мы просто забьем на это. Главное, что у нас есть браузер опера, с помощью которого можно искать все и вся. Так, и следующее, что мы сделаем, это у нас CCleaner. Программа очистки дискового пространства. Я подобным софтом не пользуюсь и не советую скачать бесплатно. Что-то не получается нажать на кнопку. Склинер для Windows XP. Windows XP. Склинер стандарт. Попробуем сейчас. Ух ты. Открыть давай. Zip мы откроем однозначно. Открыли. Так, что-то он не то открыл нам. По-моему, у него проблема с Zipом какая-то. Так, где загрузки? Куда они, где-то? Попробуем. 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 Открыть. Так, что не открывается. У него вытаскивается Open Folder. Вот CCleaner. Temporary Downloads. Что он совсем как-то неудачно их разместил? SS Setup. Оп. Так, игнорировать эту ошибку. Он какие-то языковые пакеты пытается установить, но они нас не интересуют. Мы будем просто щелкать, щелкать, щелкать. Пусть у нас будет на английском языке. Мне все равно. Оп. Апдейт какой-то. Ну ладно, апдейт нас не интересует совершенно. Попробуем запустить этот CCleaner. Что получилось? Где он? Мы неужели не установили его? Сейчас будем искать. Не удалось ярлык создать, скорее всего. CCleaner. Что-то он не в ту директорию установился. У-у-у! CCleaner запустился! И завис. Синий экран смерти. Ничего. Вездесущий ресет. Есть. То, что у нас CCleaner установился в корень диска, это немножко напрягает. Этого быть не должно. Я могу его в режиме совместимости опять прогнать. Так, это нам не нужно. Compatibili. Windows XP. Ок. Ок. Так, ладно. Cancel. Cancel. О! Что-то оно не работает. О боже. И опять синий экран смерти. Не такая уж и принципиальная программа этот CCleaner. Следующая вещь, которую мы попытаемся установить, это Ultra ISO. Что? Опять культ Non-Know Hard Error? Да ты что? Скорее всего, нам нужно убрать этот CCleaner из автозагрузки. А то он очень сильно мешает. Только это надо сделать быстро, пока у нас не наебнулась система. Сейчас оттапну контроль дел. Нет, не успел. Так, процессор CCleaner, убить CCleaner, убить CCleaner, убить CCleaner. Да! Все, я отключил CCleaner. Не удалась нам эта попытка установить CCleaner. Мы снова запускаем браузер Opera. Запускаем. Ultra ISO. Очень полезная программа. Мне ее хватает больше, чем Diamond Tools. Который платный. Что Opera зависла. Все зависло что-то. Что все зависло. Диспетчер задает. Спаси нас. Ужасно. Все ужасно. Опять reset. Ужасно нестабильная сборка. Теперь вы понимаете, каково это сидеть на ней. Я никогда не установлю Longhorn себе на основной компьютер. Никогда в жизни. Надо быстро убить этот CCleaner. Exit. 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 Как она не иллюзорно начинает лагать. Ultra ISO. Скачать Ultra ISO. Последнюю, не последнюю. Мне вообще без разницы. Все зависать. Стало опять. Софт-портал. Загрузилась еле-еле. Скачать. Серверов софт-портал. Сейф. Рабочий стол. Да ради бога. Ой, опять анон хард-эрор. Это уже, это уже очень веселит. Так, а давайте мы в безопасный режим зайдем. Попробуем там все проблемы его решить. Так, хорошо, давай. Кенкел. Сейчас я буду этот CCleaner отсюда огнем и мечом уничтожать. Он мне тут нафиг не сдался. Error launching installer какой-то. Properties. Security. Нет. Compatibility. Run Windows XP. Шучка. Какая-то хлин. Delete. Из автозагрузки тоже его надо кикнуть. Startup. By development. Это не то. MS Config. Проверяем. Service. Startup. CCleaner. Убий CCleaner отсюда нахрен. Ок. Что, restart? Потом. Потом. Опять надо сделать... Сделать ноги надо. Что, как, компейт? Windows XP. Но это бред совсем. Нет. Restart. Opera тут работает. И то через жопу. А Firefox мне вообще не удалось установить. Из-за точки входа в процедуру. Рызать быстрее будет. Срать вообще. Погнали. Ну что, мы избавимся от этой дурацкой ошибки. От этого синего экрана смерти. Start this home page. Не хочу. Ultra ISO. Некоторые страницы здесь не прогружаются. Так. Ultra ISO. Ultra ISO. Давай. Ну что-то я не сюда попал опять. Не тот сайт. Вот он. Мне его вообще удалось скачать. Надо сейчас вспомнить. Я помню, что этот сайт конкретно тоже долго загружался. На рабочий стол. Так. Ultra ISO мы получили. Ух ты. Она сюда устанавливается. Я могу спокойно создавать ISO файлы. Запусти Ultra ISO. Ultra ISO это такая программа, которая совершенно фиолетово. Какую версию вы используете. Правда, тут все разъехалось немножко. В плане иконок и вот этого верхнего меню бара. Ну, в принципе, программа работает. И все хорошо. MP4 файлы. Media Player Classic. Media Player Classic. Я сейчас еще попробую какое-нибудь свое видео скачать отсюда. Ну, например, давайте на мой канал зайдем. Так, что тут есть. Давайте вот это видео скачаем. Тут уж какого-то. Эх, хочу бы SaveFrom.net загрузился. Что для него очень тяжело было бы. Тут слишком долго. 32-битная, конечно. Установщик. Save. Save. Не, а не грузится. Ну, все равно попробуем сейчас это провернуть. Английский. Accept. 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 Нет. Сейчас, может быть, тут есть какой-то образец музыки. О, это что такое? Это какая-то хрень. Я не знаю, что это. Даже музыки нет нормальной. И образцов видео. О, тут эта программа так же не работает. Тогда нам с этим Media Player Classic не повезло. Можно попытаться скачать какой-нибудь VLC. Как он скачается? Скачается. 32 Мегабайта весит. Ну и ладно. VLC. Английский. Next, 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 next. Так, запускаем. Фантастика. Он запустился. Но у меня нет никакого медиа, чтобы это проиграть. Хотя есть одно. Но оно и так в стандартном проигрывателе открывается. Речь идет о системной папке Windows. Там лежит один файл, где... Ну, помните, часы такие? Где они тут так тикают? Я не знаю. Я не помню, как он называется. О, вот он. ClockAvi. Вот. И вот это ужасное пиканье. Открывается в VLC Player. Все, VLC Player тут работает. Теперь давайте попробуем... Офис. Я не знаю, офис будет долго качаться, а наше видео записывается. Давайте скачаем что-нибудь одно из этого. Сейчас придумаю. О, давайте мы сначала торрент скачаем. Не хочу, а остань. U-Torrent Windows XP. U-Torrent. Качнем этот U-Torrent. У-Torrent. Save. Боже, я такой срач на рабочем столе устроил. Это невероятно. Extracting. У-у-у! Unknown Hard Error! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так ладно, с этим Install Pack'ом мы закончили. Он у нас достал. U-Torrent. U-Torrent. Какой-то можно 3-2, наверное. Который еще со старым дизайном, который еще в 2013-м был известен. Качать бесплатно. Ну? Давай, сейф. Так, права администратора. Ладно, пусть будет. Так. Разные языки доступны. Но что-то не стартует. Following User. О! Так, это какая-то хрень. Пароль администратора нужен, но он у нас отсутствует. Сейчас я пошлю ему Ctrl-D. Посмотрю. Вот. U-Torrent вроде устанавливается, а вроде и нет. Так. Не удалось создать каталог кэш. Так. Ну ничего страшного. У нас установка U-Torrent, как ни странно, запустилась. И чё? Да, у нас есть U-Torrent. Великолепно. Теперь можно качать пиратские фильмы с торрентов. А теперь пора качать Microsoft Office 2007. Вот. Даже по отдельности. Но нас интересует только раз. Windows XP. Скачать. Ну, PowerPoint. Он тут 200 мегабайт весит. Так. Excel. Ну, святая троица. Офисная. И Word. Ой, какой 64 бит. Какой. У нас 32 бита. 600 мегабайт в общей сложности мы съедим. Но это пустяк. А места на диске у нас всё меньше и меньше. Интересно, сколько? Мы уж 41% заняли. Ну нормально, на самом деле. Ещё можно что-то загрузить туда. А тем временем у нас в трее полный срач. А тем временем у нас в трее полный срач. Так. Я, конечно же. Так, powerpoint установился, давайте его попробуем открыть и нас виндач что залагало, что у нас получится тут, installation wizard, посредством teamaster, теперь пока устанавливается. Оп, опять какая-то хрень выскочила, но это пустяк. Сейчас посмотрим, где диспетчевая задача, надо его открыть. Так, он тут где-то есть, вот он отображается в процессах. Всё, мы эту святую троицу скачали, подождите пока... Что? Для применения параметров установки требуется установщик Windows 3.1, Windows installer версии 3.1? Давайте ещё раз попытаемся. Куда оно распаковалось хотя бы? Сейчас буду искать. Search. О, вот эта собачка как раз таки исчезла. Go. Сейчас я не буду этим гнусным поиском заниматься, я просто попытаюсь так насрать на эту хрень. Так, Local Temp Word 2007. Сейчас попробуем это найти. Так. Установка. Так, ключ продукта. А какой у нас ключ? Я не знаю, какой у нас ключ. От 2007 Word. Сейчас буду гуглить. Опять же, с использованием вот этой вот штучки. Бесплатные ключи Word 2007. Так, давай скопируем ключ вот этот. Ой, я постоянно забываю, что это не масштабирует. Да господи. Ctrl-C. Когда с винды на Mac переключай. О, неправильный ключ показал мне. Сейчас буду еще раз делать. Сейчас буду делать все возможное, чтобы этот... Опять неправильный ключ. Да ты... Языком меня держишь. А, дебилизм. Это неправильный ключ. Все fork. Ключ. Ключ, 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 ключ. Приходи, да я не хочу туда. Да всё, забей. Да, полностью загрузиться должен, но это долго. Хоть поищем ещё, буду искать пока не, пока не, я не знаю какой здесь ключ, но я не знаю ключ, но почему так, тибилизм просто, ой, не подходит, я сейчас все эти ключи перепробую и буду просто, ну это невозможно вообще, так ладно, я не буду вводить ключ, тут же есть кнопка продолжить, почему я такой дурак не заметил её в самом начале, я не буду сейчас вводить ключ продукта, почему я такой идиот не заметил эту кнопку, всё, поехали, установка ворда, она будет долгой, но всё обойдётся, а мы попробуем Excel, это вторая по полезности программа, но на этот пустячок нам всё равно, нельзя запустить несколько программ установки, да, к сожалению, придётся ждать пока установится 2007 Word, и только потом мы можем приступить к Excel. Субтитры сделал DimaTorzok офис 2007 Word мы установили, давайте проверим, как работает Word, ну Word, вперёд, открывайся, диспетчер задач, куда он делся, оп, тут ошибка с ним произошла, это печально, это очень печально, это печально. Опять пытаюсь запустить Word, а может поколдовать с режимом совместимости, это не то, но нужна совместимость, опять ошибка с Word, он у нас пока что не запускается. Компьютер, ищем у нас Word, мы диск уже забили почти до отказа, программ файлс, офис, 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 офис 12 по-моему. Вот он, WinWord, Properties, Compatibility, Compatibility, Windows XP, ок, ок, запускаем. Всё, в режиме совместимости Windows XP он запустился, невероятно, фантастика. Теперь я могу пользоваться этой виндой сколь угодно долго. Начиная с 2007 офиса, кстати говоря, Microsoft заменила стандартный Times New Roman на эту убогую калибри. Ужасно. Всё, теперь я могу пользоваться офисом, это круто, это даже прикольно. Я победил. Что, Paint.net, давайте теперь запрос подписчику удовлетворим и установим сюда Paint.net. Так. Paint.net. Он как Photoshop, только по функционалу ограничен. На самом деле мне очень нравится эта программа. Не знаю, существует ли она для macOS. Но это не суть важна. Так, если он это... Если он вообще скачается, если он вообще установится здесь... Save. Save. Посмотрим на Paint.net. Возможно, эта версия такая новая, что она... Windows 7 нужно. Windows 7. Так, ладно, Paint.net Windows XP ищем. Так, Paint.net.net 3.5.11. Давайте попробуем. Я думаю, что версия 3.5.11 должна запуститься на Windows XP. Ну, я считаю, что этот лангхорн является экспишкой. Save. Save. Так, скачено, кажется. Опять в ZIP. Так, что у нас тут будет сейчас? Paint.net мы не установили еще. А диспетчер задач о чем гласит? А зачем я его вообще закрываю? Давайте я не буду закрывать диспетчер задач. Я буду его держать вот таким, какой он есть. Я прячу его. Снова пробуем по Paint.net. Что-то не запускается. Но... Но-но-но-но-но. Properties. Other Properties. Compatibility. Windows XP. Пробую в таком режиме совместимости стартовать. Одному богу известно, почему я не могу его установить. Хорошо. Fraps. Давайте посмотрим, что за Fraps такой. Мне очень не нравится эта программа для записи видео. Она мне не нравится совершенно. 3.5.99. Старый Fraps. Paint.net нам установить не удалось. И вот придется жить без Fraps. Придется жить без... ФРАПС. Что-то, пустится Fraps. Windows XP опять настраиваем. Так, кажется, Fraps мы не можем запустить. Запись видео также не удалась. Fraps. Fraps не идет. Это плохо. Что еще есть? Так. Ну, 7-Zip это само собой. Давайте 7-Zip попробуем. Он-то везде идти должен. Мы устроили настоящий срач из программ. Отвечаю. Все, архиватор 7-Zip есть. Все. Хорош архиватор. Работает везде. Ну, и на закуску, на пассажок, VMware. Эмулятор виртуальной машины. Винерарная штука. Так, давайте какой-нибудь 7-й, наверное. Я пользовался на последней версии. Это 8-я. Так, тут вообще какая-то... Давайте 8-ю или 9-ю. VMware Workstation 8. Фу-фу-фу. Торрен-торрен-торрен-торрен-торрен-торрен-торрен-торрен. Лег Xia��ас я напрямую открыть. Давай так, откроем его сразу в U-Torrent. Что, пойдет загрузка? Пойдет? Она пошла. Хорошо, что тут порядка 100 мегабайт, и оно должно скачаться очень быстро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хоп, что-то какой-то бред совсем, кажется, он тут накосячил автор программы, что непонятно, совсем грузится, не грузится. Шифт, окей. З шифтом нажмем. Попробуем. Эррор и тайм-аут. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как это происходит. Нам нужен снова диспетчер задач. Что-то есть, что-то не выполняется, ничего. Это плохо. Я пока попробую найти что-нибудь другое. Вот торрент есть какой-то. Скачать торрент. Открыть. Ой, опять какая-то хрень. Ну, чё? Я закрою. Это нужно килнуть. Тут такая замечательная кнопка есть. Так, это вот этот вот торрент нужно открыть. И скачать надо. Если вообще будет скачиваться. Но я не думаю. Эти торренты очень быстро умирают, если их никто не раздает. А я буду искать, искать и искать. Так, как он пишется, кто правильно. Так, он не заходит сюда. Дэмбар Варвар Стэшн 9.0. Тут что, авторизоваться надо? Я не хочу софт-сайты качать. Так, он не заходит сюда. Так, он не заходит. Так. Θел сделать ты знал. Так. Так. Скачать отсюда, чтобы не попасть на какую-то рекламную ссылку. Скачать. Сейчас буду качать. Закройся, закройся, закройся. Уйди Ростелеком, уйди, 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 не закрыть никак. Сейв. На рабочий стол. Сколько тут будет качаться? Что-то не очень быстро. Я пока все это лишнее попытаюсь стереть лица земли. И освободить память нашего устройства. И освободить память нашего устройства. И освободить память нашего устройства. Спасибо. 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 Так, наконец мучительная загрузка закончилась. Я попытаюсь её сейчас поставить каким-нибудь образом. Ой, опять какая-то хрень выскакивает. Ладно, давайте сейчас режим совместимости. Килл. Так, Properties. Windows XP. Нет, не получается она у нас установить. Так, в самом деле, что тут у нас такое? Что у нас не так с этой папкой? Такая ошибка. Документы и сеттингс. Администратор. Локал какой-то. Скрыты папки открою. Скрыты папки открою. Локал сеттингс. Error. Error. Timeout. Temp. 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 Вм бары. Вм варэ. Что здесь не так? Все файлы какие-то безымянные. edit и что он тут не может сделать htm дебилизм просто вроде бы есть этот файл индекс htm ну есть не может пользовательский интерфейс загрузить он должен быть вот таким а у нас не получается ничего а на счет его блокноте блокнот сейчас я попробую здесь найти какую-нибудь хрень я не умею программировать но сделаю replace find find next все нашли Вот он, и можно найти 1033. Так, ну в общем здесь очень долго разбираться, поэтому оставим это просто, ничего не будем делать. Так, ну вероятность выжить на Longhorn Build 4020 составляет всего 70%. Некоторые программы просто тут не устанавливаются. На этом все, давайте еще раз посмотрим, что мы установили, что у нас пошло. Word у нас пошел, Media Player Classic не пошел, нет, не пошел. Ultra ISO пошел, VLK Media Player пошел. Fraps не пошел. 7-Zip установился. Opera установилась. Что еще у нас было? Secleaner установился, но вызывал одну очень смешную ошибку, над которой вы могли поугарать в начале. И что еще у нас было? Надо бы вспомнить. А давайте вот этот список поможет мне. Paint.net мы не смогли установить, и торрент мы успешно установили. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Поздравляю с наступающим новым 2019 годом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok